Привет всем! Когда я заводил лайв-канал, я преследовал две цели. Во-первых, получить возможность выкладывать сюда рандомные ролики какие-то и блоги, а во-вторых, общаться с вами в какой-то вот неформальной такой обстановке, в отрыве от рамок, которые я сам себе поставил программами на основном канале. И вот такой момент настал. Сегодня я хочу пообщаться с вами на тему, что же вы пишете в комментариях под моими роликами. А поводом послужило мое недавнее видео про тестирование флеш-картриджа для NES. На мое удивление, там на меня посыпалось просто уйма негатива. Вот лишь некоторые из тех комментариев. Именно на этом комментарии моя терпимость лопнула, и я решил даже записать это видео. Ведь в нем собрано все лучшее от предыдущих комментаторов, и именно на примере этого комментария от уважаемого Анатолия Алка я бы хотел расставить все точки. Цитирую. Пиксель полностью слился в этом ролике. Во-первых, это ненавистный ему эмулятор-флеш-картридж. Дорогой выпивающий Анатолий, я действительно недолюбливаю эмуляторы. Понимаешь, так теряется тактильное удовольствие от игры. Я не могу взять с полки картридж, не могу подключить к приставке тот самый джойстик, полчаса распутывать провода, подключать их к телевизору с электронно-лучевой трубкой и наблюдать на нем геймплей. Флеш-картридж эмулятором не является, зато на нем я могу поиграть в игры, которые никогда не выходили, или в игры, которые уже невозможно купить, и со всеми вышеупомянутыми удовольствиями. Лишь картридж другой. О том, зачем он мне, я подробно рассказал вот в этом ролике. И заменять им самые обычные игры я не собираюсь. Во-вторых, не узнать Фрогера, которая была на Атаре, на Сеге, на Геймбое даже была. На Денди, правда, не попадалась. Не знаю, была ли она там. Вот на этом моменте я, помимо Алка Толика, хочу обратиться ко всем, кто подумал, что я никогда не слышал об одной из самых популярных игр за всю их историю. Давайте еще раз посмотрим тот момент видео. Ультимейт Фрогер Чемпион. Интересно. Напишите в комментариях, кто-то может знает, что это за игра. Интересно, что это за игра. Это игра. Ультимейт Фрогер Чемпион. Не сам Фрогер, который вышел в 81-м году для аркадных автоматов и был портирован на десятки платформ, к слову, в списке которых нет 8-битной Нинтендо. Нет, не он. А именно Ультимейт Фрогер Чемпион. Эту игру я видел впервые, и у меня законом возник вопрос, что это за игра такая. И спасибо ребятам, которые в комментариях написали. Они поняли меня. И они написали, что эта игра была создана в 2009-м году и одним энтузиастом даже издана на картриджах. Вот вам большое спасибо. Благодаря вам я узнал что-то новое. А вы, друзья, вот, видимо, видите и слышите только то, что хотите, видите и слышать. Это очень печально. Я не исключаю, что кто-то из вас мог по ошибке так подумать, но тут речь скорее о тех, кто поспешил в комментариях уличить меня в игровой безграмотности. В-третьих, Робокоп vs Терминатор. Такой картридж попадался мне ещё в конце 90-х. Эта музыка и тёлки, которые трясут сиськами, очень запомнилась. Она правда действительно недоделанная. Второй, по-моему, уровень был весь в черепах. И босса там было не убить. Толя, ты очень большой молодец, что запомнил из детства игру, которая никогда не выходила в свет. Из-за того, что NES была уже коммерчески несостоятельной. Основная аудитория в этот момент уже пересела на приставки следующих поколений. И несмотря на то, что игра была уже готова, было коммерчески невыгодно печатать тысячи картриджей, которые бы уже никто не купил. И предположим, что даже если хитрые тайваньские умельцы каким-то образом выкрали ром игры у разработчиков и закатали на свои оранжевые подделки, это всё равно не значит, что релиз игры состоялся. И пока все эти же люди не побежали в комментарии уличать меня в ненависти к Денде, скажу, что к этим самым коробочкам я испытываю приятные ностальгические чувства, хоть меня и не интересует, что происходило за пределами моей тогдашней Денде. Несмотря на всё это, всё те же самые тайваньские подделки. В общем, я очень и очень сомневаюсь, что ты мог играть в 8-битный рыбокоп versus Терминатор на приставке, да ещё и в 90-х. И то, что там второй уровень не в черепах, и босс там проходится, только усиливает моё сомнение. И всё это мы видим на канале, в котором в промо-ролике говорится о том, что он рассказывает о играх, о которых мы ничего не знаем, или только думаешь, что знаем. Тяжело, очень тяжело читать твои сообщения, Толь. Итак, давай посмотрим, на каком канале мы сейчас находимся, отыщем промо-ролик и посмотрим его от начала и до конца. Вот на этом канале я говорю, что в программе GameShelf я рассказываю об играх, о которых вы ничего не знаете. Или только думаете, что знаете всё, но на самом деле это не так. Там я действительно пытаюсь подбирать интересную и развлекательную информацию. А здесь лайв-канал, промо-ролик на котором гласит. Канал в некоторой степени я завожу для себя, и поэтому подписывайтесь на ваш страх и риск, только если вы уверены, что вам это интересно. А про игры Pixel Slit надеюсь окончательно. Да, я бы мог просто пройти мимо этого всего и даже не запариваться. Несомненно, мне приходит много разных злых комментариев на каждое видео. Мне действительно всё равно, что думают те, кто заходит на канал вот с заветом, а заранее с целью облегчить всех в их ничтожности. Да. Но меня беспокоит то, что такие комменты зарождают сомнения в головах других людей. Ведь многие, бегло пролистав комментарии, увидят много сообщений про того же Фрогера и подумают, что ну раз уж столько людей написали про это, значит это правда. Призываю вас всё-таки немножечко думать, прежде чем писать такое, особенно если вам нравится мой канал. Я понимаю, что многим очень хочется найти ошибку в виде у человека, который на экране выглядит как эксперт в чём-либо. И хоть я себя никогда не называл экспертом в видеоиграх и более того не считаю себя таким, всё равно постарайтесь подумать лишний раз над тем, что я сказал и что вы услышали. Потому что если на деле эти два понятия различаются, то вам придётся выглядеть глупо. Прямо как герою сегодняшнего ролика. И судя по комментариям, которые он оставляет на других видео, его-то уже ничего не спасёт. Про сам канал я вообще лучше промолчу. Итак, ещё раз. Вот это канал про видеоигры и лего, где можно услышать и увидеть много интересного по этим темам. Тут появляются только трудные в плане создания программы. Ведь для некоторых нужно написать сложный сценарий, где-то устроить многокамерную съёмку, где-то потратить недели на монтаж, а где-то и всё это вместе. Отсюда и некоторые задержки, непостоянство выхода роликов и всё остальное, что так любят принимать за лень. А этот канал, он скорее обо мне и о вас. Вот и всё. Не об играх, не о кино, не о фигурках и не о лего, а о том, чем я занимаюсь в своей собственной повседневной жизни и делюсь этим с вами. Так что сами выбирайте, что смотреть, а что нет. И если я вдруг где-то ошибаюсь, да, такое тоже бывает, то я обязательно в комментариях отвечаю человеку, который заметил ошибку. Я говорю, да, чувак, ты действительно прав, я, наверное, что-то перепутал. И вообще я не из тех людей, которые любят нести чепуху в кадре. Это всё, что я хотел вам сегодня сказать. И я надеюсь, что вам понравилось это видео. Почему бы и нет? Это ведь тоже такой способ общения со своими подписчиками. И предлагаю вам ставить лайк этому видео, если вы согласны с тем, что я сказал, и дизлайк, если не согласны, а также выражать своё мнение в комментариях. Кстати, об ответах на вопросы и общении с подписчиками. Раз уж все мои ответы на вопросы на основном канале так сильно минусуют, то я предлагаю перенести ответы на вопросы на лайв-канал. И я планирую в ближайшее время протестировать прямые трансляции на YouTube, именно вот с целью отвечать на ваши вопросы. Там вроде как всё это интересно реализовали. В общем, посмотрим. Оборудование я уже купил, новую веб-камеру, новый микрофон. Думаю, в скором времени всё это в хорошем качестве можно будет транслировать. Следите за анонсами здесь, в группе ВКонтакте и на Google+, странице этого канала. Так что все самые интересные вопросы не останутся без ответа. Все ссылки прикладываю в описании к видео. До новых встреч! Итак, первая посылка. Здесь крупно написан мой адрес и телефон, поэтому я не покажу вам с этой стороны, что написано. Я могу вам сказать, что это США, Шерман, не знаю, что это такое, где это находится. Давайте открывать! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok